Сегодня утром жильцы частного сектора по улице Гайдара остались на пару часов без электроэнергии. Отключение было необходимо для того, чтобы бригада Горсвета смогла безопасно произвести работы по обрезке аварийных деревьев и нависающих над линиями электропередач веток, которые при неблагоприятных погодных условиях могут стать как причиной аварийного отключения электричества, так и нанести вред имуществу и здоровью людей. За рабочим процессом наблюдали жители соседних домов и наша съемочная группа. Сегодня с самого утра бригаду Горсвета можно было увидеть на улице Гайдара за привычным для них делом обрезкой аварийных деревьев. Работа электриков проходила быстро и слаженно, поскольку времени, отведенного на обрезку многолетних насаждений, было не так много. С задачей нужно было справиться оперативно, чтобы в близлежащих домах свет появился вовремя. Основная ответственность всего процесса была возложена на бригадира, электромонтера и водителя коммунального предприятия. Мы выехали на линию, производим обрезку веток деревьев, учредуем обязанности ветки, откидываем один пилит, один откидывает. По переменам меняемся. По словам Марка Беспаленко, самое важное в их деле – это быть внимательными и всегда помнить о технике безопасности. Солидарен в этом вопросе и водитель вышки Василий Шиловский. Перед этим отключили линию, отключил РЭС, отключил линию на 3 часа, потому что без отключения нельзя ничего делать. Отключил линию по заявке, дается заявка, дается свечер. Отключили линию на 3 часа, теперь вот в 11 часов они включат линию, еще час работы на месте, отключат линию. Это поубираем, приедет трактор, все это поубираете. Работы по удалению аварийных деревьев будут проходить и в дальнейшем, согласно заявкам, поступившим от местных жителей, и по составленному графику работ электриков, который достаточно насыщенный. Уже после обрезки деревьев по Гайдару бригада отправится на улицу Жуковского, где им предстоит выполнить ремонт уличного освещения. Продолжение следует...